Я не на видео, людишек. Бывало просто раздражали, бывало просто, как бы, было, ну, в большинстве случаев пофиг, как и сейчас, но вот последние годы становится реально мерзко. Реально мерзко. И особенно забавно осознавать тот факт, как огромное количество, буквально, просто, блядь, чуть ли не каждый второй, или даже больше. О чем челы мечтают современные, о чем мечтает современная молодежь? Все мечтают о какой-то доле хайпа, какой-то доле известности. Мечтают о настолько ничтожной херне, мечтают просто под капельку как-то прославиться, и делать, и просто, и делать любую херню ради этого. Просто лишь бы чуть-чуть стать известными. Хотя, по сути, известность – это чуть ли не самое неприятное и неудобное, что может происходить с человеком, по большому счету. Я, к примеру, в общем, чем у меня есть, никогда не мог понять, как живут вообще голливудские актеры. Но всегда было интересно, насколько неудобно жить к какому-то... Мне нравится ход мыслей, чат. Типа, куда-то ебать ебанул. Брэду Питту, когда ему там было, допустим, лет вот... 38, 39, 40 плюс. Как живут актеры, блядь? А вы видели, типа, новость о том, что Мэш спалили, где квартиру купила, это самое? Сейчас вы мне скажете. Монеточка, да. Я говорю, ребята, 22-й год ебанутый. Ты чё, блядь, чё он несёт вообще? Блядь, услужить! Ты можешь сказать, нет, идите нахуй, и всё, типа, нет. Все интересуются каждой секундой, каждой миллисекундой твоей жизни. Причём, по сути, да, как мы выяснили, как мы выясняем каждую секунду, как мы выясняем сейчас, никого не интересует, по сути, реальность. Все любят фантазировать, все хотят интересную реальность. Я почему из беды? Можно фантазировать о чём угодно. Лишь бы это можно было обсуждать, лишь бы надо было хайповать, Лишь бы это можно было как-то, бля, я не знаю, как-то форсить, рофлить. Так, поясню, типа, мне вообще поебать, и я вот точно на ком не хайплюсь, это вот на нём. Я смотрю чисто с вами, потому что мне, блядь, интересно, чё он тут сказал. Всё. Всё превращается в рофл. Никакой нигде серьёзности. Я, блядь, своё время уже похайпил. Прилично. Просто мерзко. Сам уровень развития современных людишек, скажем так, это просто шок. Я не знаю, тут, конечно, вопрос, который я сейчас задам, это далеко не по всей аудитории и далеко не по всем зрителям. Я просто вот интересно, вот люди, которые там, ну, я не могу говорить около моего возраста, даже не важно, даже это могут быть люди, которым там 20 лет, да, которым повезло стать взрослыми. Когда вы в последний раз видели человека, которому меньше 25 лет, и вы могли про него сказать, что он достаточно, ну, как бы, зрелый, взрослый. Просто я уже такого даже вспомнить не могу. Как будто все стали детьми, как будто все, ну, одебиливание, тотальное, тотальное одебиливание. Собственно, ну, это всё началось с развитием этих всех социальных структур, платформ. Челики просто вечно сидят в своих телефонах, ждут сообщения. Ну, или чели, я не знаю, сейчас, наверное, больше о женщинах, знаете, каждые 5 секунд проверять телефон, вдруг обо мне кто-то подумал, кто-то мне написал, вдруг мне кто-то поставил лайк. Ну, и в чём он не прав, бля? Интересно. Вот вам это нужно с кем-то обсудить. Когда смотришь на такие вещи, просто охуеваешь, какую ты реальность попал, что происходит, почему всё это важно, почему, почему так важно, когда на тебя не насрать. Почему это важно? Почему так нахуй? Почему все мечтают только об этом, чтобы стать известными? Вот вам пример известности. Буду обсуждать каждый ваш микрошаг. Это при том, что я не социальный человек, а большинство из вас социальные животные, как бы, тут я не подразумеваю оскорбление, просто люди по факту млекопитающие, то есть животные. И большинство из вас социальные животные, вы бы не смогли, вот, при определённой доле известности вы бы не смогли вообще ничего делать, вы бы не смогли ступить шагу, по большому счёту. И вы все об этом мечтаете. Короче, я примерно понимаю, про чё он говорит. Хайповать как-то и хайповать на мне, чтобы в итоге что? Стать как я? Стать, получить часть известности? Слушайте, я думаю, он тут говорит, блядь, про случаи, когда, типа, стримеры начали к нему домой ломиться, блядь, вот я думаю, к этому прикол. Он, конечно, говорит, блядь, завёрнуто, потому что он, ну, блядь, он далеко не долбоёб, если что, и нужно просто на эту волну залезть, чтобы понять, чё он говорит. То есть чел гений. В итоге стать таким же известным? А ради чего? То есть получается, ну, он вообще мыслит не так, как все, блядь, то есть, ну, детей и подростков, я не знаю. Известность это единственное, что можно приносить деньги. Это единственный способ как-то обеспечивать свою жизнь, правильно? Как я понимаю, с точки зрения молодёжи. По-другому никак нельзя ничего добиться жизни, кроме как хайповать просто бесконечно, пытаться как-то там развиться. Ну, я хуй знаю, это чё вы, блядь, вот тыкаете, типа, 8 классов образования, и что? Типа, и что, блядь? А какой же херни людишки мечтают нынче, это просто шок. Вау. Вы знаете, даже вот то, что как, раньше люди мечтали просто стать, очень давно, в эпоху моего детства, люди просто мечтали стать, скажем так, хорошим работником своей профессии. Хорошо делают, да, вот свою работу. А сейчас что мечтают? Сейчас мечтают, как бы, сейчас мечтают ничего не делать, правильно? То есть, но при этом, будучи никем, будучи абсолютно неинтересным, быть интересным при этом, известным. Будучи таким, как все, быть не таким, как все. Знаете, об этом я много раз разговаривал. То есть, быть не таким, как все, и при этом быть своим, быть таким, как все. И при этом, опять же, не таким, как все. Че, блядь? Вот это я не понял, нахуй. Я, короче, просто в шоке, с этой мерзостью. Вообще, я это видео записывал. Ты шо, еблан, типа, ты сейчас сказал, что это про меня, я наоборот, блядь, как все. Привет. Типа, у меня нет ничего индивидуального. Добрый вечер. Я не пытаюсь как-то выделиться, блядь, абсолютно. Потому что в ближайшее время, скорее всего, с огромной долей вероятности, я не знаю, на проценту 8-90, стримы застопятся по очевидным причинам. Ну, вы понимаете, почему? Потому что в эпоху современной мерзости, повторюсь, каждый твой микрошаг, микродействие или даже отсутствие действия, все обсуждается, преувеличивается, бесконечные фантазии, просто, просто шлак, бесконечный шлак, поток фантазий, негатива, позитива, поток бесконечной херни. Просто она, не на ровном месте, даже если, представьте вот ситуацию, не знаю, если ты просто шел с кем-то по улице, просто, допустим, если ты даже оказался рядом, тебя будут потом обсуждать, что этот вот человек, если он, допустим, противоположного пола, значит, ты, короче, уже с ним в каких-то отношениях, все дела, все такое, если твоего пола, то тоже, наверное, ебешься, и прочие подобные вещи, и это все будет обсуждаться бесконечно, только, допустим, потому, что вас там увидели вместе. Просто поэтому, и все. А уж что будет, если к вам случайно на квартиру попадет человек противоположного пола, да еще вдруг окажется малолеткой, вау! Вот это история! Вот это история! Просто я тут проснулся, мне сказали, что уже в этих всех фантазиях половина рунета, как обычно. То есть, просто людишки фантазируют, они сами придумывают, как бы, ну, они сами, вы сами выдумываете реальность, сами фантазируете о чем-то. Это буквально, знаете, это буквально выглядит, как придумывание правды. Придумывание правды. То есть, на самом деле, правда никому не нужна. Я же говорю, нужно что-то интересное, нужно выдумывать правду, чтобы она была интересной. А просто банально факт того, что у тебя в квартире оказался человек, которого ты первый раз видишь, и в итоге очевиданул последний по очевидным причинам, это никому не интересно. Это никого не устроит. Это просто не интересно. Нужно придумать реальность, которая будет интересна. в которой что-то можно будет обсудить. Обсудить чужую жизнь, потому что своей не существует. Блядь, а вы вообще существуете? Нет. Сколько из вас реально существует? Ноль. Я даже не спрашиваю, живет. Я даже не спрашиваю, живет. Я просто спрашиваю, сколько из вас существует просто. Блядь, вообще пиздец. Пошло, поехало, блядь. Я не спрашиваю про жизнь, потому что понятно, что живут там вообще единицы. То есть, каждый день просмотр чужих инстаграмов, стримов, чего угодно, обсуждения о чужой жизни, переписки о чужой жизни, хайп на чужой жизни, вау. Какой же, какой же мерзкий мир, какая же мерзость. Как же невероятно мерзко. Вау. Нахуй, блядь, чё с чатом? Я повторюсь, основная причина этого видео, конечно, можно вкратце сказать, можно сделать просто пост в ВК, потому что в ближайшее время стримы застопятся, скорее всего. Я не знаю, на сколько, надолго ли. Возможно, я всё-таки форс-мажорно перееду, потому что оно, очевидно, даже банально физически будет неудобно стримить, если будут бегать под окнами всякие дети и прочие там всякие неадекватные хайпажоры, которые ради там малейшего шанса как-то хоть кабельку стать известным прославиться. Ради буквально хуйни, о которой не стоит мечтать, поверьте. Ты чё-то, бляхуй знает, типа, чё-то как-то это. Ну, хуй знает, я сомневаюсь просто, что мелкие, блядь, долбоёбики бегают, орут, чисто по хайпе, типа, ну. Готовы мать продать, просто, ради малейшего хайпа. Просто банально, но физически будут мешать неудобно, поэтому, не знаю, Стоит ли смысл в ближайшее время даже пытаться поточить? Не знаю, если будет настроение, если хорошо посплю, мэбль что-то постримим без анонса. Посмотрим. Но вообще, вы поняли, в ближайшее время походу ухожу снова в отпуск. Не знаю, чем буду заниматься. Может, просто буду в тупую сидеть, играть. Может, всё-таки, да, буду куда-то там переезжать. Посмотрим. Ну, в принципе, вот и всё. Это всё, что я хотел сказать. По поводу того, что меня спрашивали вчера на стриме, я, собственно, всё ответил. Добавить, по большому счёту, нечего. Вы можете бесконечно задумываться, то есть вы можете бесконечно придумывать что угодно, бесконечно фантазировать. Я не могу вам запретить, я не могу вам помешать фантазировать. Знаете, в чём вообще самая главная проблема? Это то, что делает этот мир интересным для вас. Фантазировать о чужой жизни. Лол. То есть вы не можете сделать мир интересным живя своей жизнью. Это просто большинство из вас недоступно. И то есть я не знаю, блядь, я должен кого-то пожалеть или сокрушаться по этому поводу. Но в итоге, в итоге, из-за недоступности людей жить своей жизнью, они, к сожалению, вынуждены жить чужой жизнью. И это неизвестно превращается в мерзость. В мерзость, в мерзость. Бесконечные фантазии. Ладно, ребята, всем пока. Всем удачи, кто не хейтер. Я помню вас, адекватных людей, адекватных подписчиков, адекватных донатеров. Я прекрасно знаю, что вас много, не переживайте. Я знаю, что просто дерьмо умеет вонять сильнее. Ну, это как бы, очевидно, да, если положить равную по весу кучу дерьма, а рядом с кучей золота. Ну, как бы, ты же никогда в жизни не учуешь кучу золота, правильно? Ты ее можешь такое увидеть. То есть она будет спрятана за кучей дерьма и будет еще как бы, ну, запах, да? А то вы никогда в жизни даже не узнаете, что там где-то кучка другая лежит. Банальные вещи, говорю. Короче, всем пока. Пострел, я ответил. Не знаю. Это может неделя, две, месяц, я не знаю, сколько. Пока не будет, пока, пока будет духота, короче. Пока будет мерзко. Все, давайте. Не надо, дядя. Ну, что-то, что-то, что-то посмотрел, блядь, что-то какую-то философскую хуйню услышал, что-то, а вопрос, остался вопрос. По факту сказал, сказал по факту. Бля, люди реально, типа, обсуждают всякую хуйню вообще. То есть, допустим, если бы я сейчас просто показал хуй, очевидно, что бы меня забанили. Ну, это очевидно просто, да? Но я бы показал хуй, каждый из вас, блядь, пошел бы такой, блядь, ты видел писюн какой мелкий, блядь, вообще он. И следующий мой подруг бы, блядь, состоял из того, что ко мне бы пришли типы, которые вообще не в курсе, кто я такой, и сидели мне говорят, слышь, найс, корнишон. Ну, то есть, вот как это все работает. Типа, людям заняться нехуй, вот оно все и обсуждается постоянно. Вот эту часть я понял видоса. Что там по поводу остального, блядь, нихуя не понял. Что-то там похайпить кто-то, и которые там тиктоки начали снимать возле его двери. Это вообще полный пиздец. То есть, я не знаю реально, кто такие люди. Я с этим сам лично сталкивался, со сталкингом. Но не вот таким, который типа, блядь, я тебе там, это в основном девочки только страдают, блядь, им там угрожают, типа, я тебе сейчас, блядь, пизды тебе дам, я, блядь, знаю где ты, ну, блядь, я не знаю, это не нормальная хуйня вообще, в принципе. Но я с таким сталкивался, блядь, чел придет блогер. Да вам бы похуй было бы, блядь, и все. А нет, ну есть же, блядь, не ебланы конченые, понимаете. Чел придет, тебе там говном дверь измажет, блядь, подожжет тебя нахуй, к примеру, или еще что-то, блядь, ну то есть, ты не можешь нести ответственность за ебланов, и благодаря, блядь, ебланом, ты закрываешься от адекватных людей, вот и все. Но Ферамир сам себе дверь поджег, забейте, это не то. Мне дверь поджигали, блядь, если что. Но я тогда, блядь, не стримил, это не из-за того, что я стример был, блядь, или может стримером был, хуй знает. Но мне поджигали дверь, но я думаю, просто это алкаши какие-то ебаные, поднялись ко мне на этаж, у меня полдюрю так нахуй обгорело, блядь. И вот ты сидишь, стримишь, например, да, и вот, блядь, как я его сейчас понимаю, потому что я, блядь, ну раньше в такой ситуации сталкивался, когда ты сидишь, и ты хуй знает, кто к тебе придет сейчас, кто тебе там, че, блядь, сделает. Ты, блядь, просто элементарно, ну не сышься, ты не сышься тебе, похуй. Вот в данном случае ему, ему поебать у нас кеточ, но, блядь, это вызывает дичайший диском. Бля, ну ребят, ну а че говорить, вот, к примеру, просто прикиньте, по приколу, по приколу к вам будут каждый день, блядь, пиздюки ходить, угорать с этого. Ну просто представьте, вот вы сидите себе, нихуя не трогайте, блядь, вот просто ломится, блядь, долбит дверь, звонит, блядь, заебывает соседей, ну что, вы нормально себя ввели? Серьезно, норм? Вот, к примеру, у него разрисовали подъезд, чел живет, подъезд общий, там много людей живет. Как вы думаете, кто будет уебан в этой ситуации? Чел, который нарисовал? Нет, блядь, чел, который живет и вызывает дискомфорт всем, что там ходят уебки какие-то, понимаете? И они, блядь, не будут разбираться, понимаете? Они не будут разбираться. Друзья это, блядь, твои, хейтеры какие-то, им похуй, блогер не человек, стример не человек, он не может, блядь, работать. Ну как это, блядь? Мы все в 6 утра, в 7 встаем, выезжаем на работу, приезжаем в 8, а тут хуйло какой-то сидит, просто на стуле деньги как-то зарабатывает, которые в интернете невозможно заработать. Еще и матом там ругается, к примеру. Ну то есть...